Реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 82 км. Шум работающей техники нарушает тишину тихого летнего утра. По улице Гвардейской идет прокладка траншеи для водопровода. Подрядчик работ компания «Строймонолит». Старым азбестовым трубам, по которым сейчас осуществляется подача воды, около 60 лет. Их заменят на новые, пластиковые, с более продолжительным сроком эксплуатации и увеличенным диаметром. Мы прокладываем трубы диаметром больше, чем они вообще сейчас есть. Сейчас азбестовые трубы у нас 200-го диаметра, а там, где они 200-го, мы прокладываем 225-й. Это у нас 225-й идет центральная сеть. Оттуда уже по улицам у нас идет 140-я и 125-я. На данные трубы у нас 75 лет эксплуатации. Старые водопроводные сети, которым 60 лет, 56-58-60 лет, пришли в негодность. Из-за этого не хватает воды. Частые порывы происходят в станице. Из-за этого возникает недоразумение, недовольство людей. Максимально мы, как можем, ремонтируем, восстанавливаем. И все это ремонтируется, делается на благотворительной основе. Население Кордоникской составляет 7650 человек. Благодаря включению населенного пункта в государственную программу развития сельских территорий, проблема водоснабжения, наконец, будет решена, говорят местные власти. Из водопроводных сетей общей протяженностью порядка 82 километров в этом году планируют заменить 43. Строительно-монтажные работы проходят в южной части станицы. В них задействованы три экскаватора, два погрузчика и бригада из нескольких десятков человек. Рядом со станицей Кордоникской проходит групповой водопровод Кордоник-Адыгехабль, 630-я труба. Оттуда будет нам подаваться чистая, прозрачная, по соответствующим нормативам и ГОСТам вода. И это улучшит обеспечение и качество, и сымутся все проблемы, которые на сегодняшний день есть. Недовольство, некачественная вода, нехватка воды, порывы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе завершается строительство карачаевского группового водопровода. Представители регионального минстроя и дирекции капитального строительства оценивают степень готовности объектов 92%. На месте проведения работ побывал Артур Махцы. В течение какого времени людям поступит вода? В течение пяти дней мы, думаю, по этому объекту работы закончим и пустим воду населению. Работы на карачаевском водопроводе начались в 2019 году. После завершения водой будут обеспечены 9 населенных пунктов, в которых суммарно проживают 26 тысяч человек с общей потребностью 12,5 тысяч кубов в сутки. В настоящее время специалисты регионального минстроя и дирекции капитального строительства оценивают выполненные работы в 92%. Подключение объекта к этому водоводу уже завершено. Дюкер подключен. В настоящее время за мной остается небольшой участок трассы, который нужно на территории площадки подключить. И в течение нескольких дней мы уже по уже построенному водоводу подключим населенные пункты, которые питаются от существующего водовода, построенному еще в 2013 году. Основные строительно-монтажные работы на объекте подошли к завершению. Смонтированы резервуары, насосная станция, подпорные стены, магистральные водопроводы. Сейчас идет обвязка резервуаров, подключение магистральной и транзитной линий. Далее предстоит подключение магистрального водопровода к существующей сети аула «Кумыш». На первых порах поступать в дома будет техническая вода, которая, впрочем, по словам экспертов, полностью соответствует химическому составу воды питьевой. В ежегодных пославиях главы региона он отдельным вопросом это ставит на повестку, ставит это в работу, соответственно, к курирующим министерствам, ведомствам, проводит отдельные совещания с подробным разбором проблематики и способов решения с правительством Карачао-Черкесской республики. По его поручению республика активно принимает участие в реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода». В целом за последние пять лет в Карачао-Черкесии введены в эксплуатацию пять водозаборных сооружений. В 29 населённых пунктах построены сети протяжённостью 207 километров, что составляет около 10% от общей протяжённости сетей водоснабжения в регионе. Также в текущем году реализуются четыре проекта водоснабжения. Все они находятся на разной стадии реализации. На одном из них в «Дружбе» в скором времени начнутся строительно-монтажные работы, которые позволят снять проблематику на откопившуюся у жителей этого села, а также населённых пунктов Заречный и Псыш. Артур Махцемиха Каракелян, Вести, Карачао-Черкесия, Карачаевский район. В колхоз-плем-репродукторе Кубань готовятся к уборке урожая. В этом году аграриями сельхозпредприятия были посажены пшеница, кукуруза и подсолнух. О том, как идёт подготовка к сбору сельскохозяйственных культур, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На сегодняшний день в Кубани активно идёт подготовка к уборке урожая. Этот сельхозартель является динамично развивающимся сельхозпредприятием. Вот уже много лет под чутким руководством Марины Барлаковой хозяйство продолжает функционировать, обеспечивая стабильность социальной сферы в республике. Идя по стопам своего отца, учёного-агронома Рамазана Айбазова, который вложил всю свою душу в становление сельхозартеля Кубань, Марина Барлакова старается делать всё для его процветания. Я, как его дочь, могу сказать, что до его уровня абсолютно не стремлюсь, скажем так, но сохранить те принципы, которые для него были важны, и которыми он в своей жизни не поступался, я стараюсь идти именно этим направлением. А зима и пшеница имеют особую значимость в обеспечении продовольственной безопасности населения. Так в этом году в сельхозартеле Кубань засеяли около 400 гектаров этой зерновой культуры. Уже в середине июля будет проводиться уборка зимой пшеницы в закрома. Семена у нас свои. Мы приобретаем первую репродукцию в основном краснодарской селекции. Семена российские. И потом уже её распространяем на своих полях в течение четырёх лет. Потом вновь обновляем. Любая культура, она капризная, к ней нужен очень такой серьёзный подход научный. В этом году у нас новый агроном, молодой, достаточно амбициозный, трудолюбивый. Его зовут Умар Козба. Но вот благодаря ему в этом году у нас очень хороший урожай, показатели хорошие по всем культурам. Также в хозяйстве было посеяно около 900 гектаров кукурузы и 200 подсолнечника. Можно увидеть, как аккуратны плодовиты поля сельхоза Артели Кубань. Это всё благодаря трудолюбию коллектива и грамотной работе главного агронома Умара Козба. Ведь урожайность зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от профессионализма аграриев. Обработка почвы сейчас, межгрядная культивация, опрыскивание подсолнечника. Готовимся к уборке. Всё хорошо, всё отлично. Работают все люди, не подводят никто. К сожалению, из-за прошедшего града был нанесён значительный ущерб. Где-то около 30 процентов, рассказала руководитель сельхоза Артели Кубань Марина Барлакова. Культура земледелия в этом году у нас хорошая. Конечно, это всё благодаря нашему главному агроному, его команде надёжной, которые выходят на обработку и в ночную смену. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы выразить им свою благодарность. Всё-таки основная нагрузка у нас ложится на нашу тракторную бригаду. Со следующей недели начнётся уборка ранних зерновых культур. И мы надеемся, что погода нас не подведёт, отмечают аграрии. Альханепшоков, Зумрат Гербекова, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Служба Родине – почётное, достойное дело, которое позволяет ощутить свою причастность к великому общему делу. Так считает военнослужащий Александр Винников. Он несёт службу в зоне СВО, защищая интересы своей страны. Подробности у Али Баташева. Я пошёл туда, на зону СВО, чисто только, чтобы не было нацизма в мире. Вот и всё. Его нужно закончить там. Сейчас он дома на реабилитации после второго ранения. Рядом любимая жена и дочь. Поддержка и забота второй половинки творят чудеса. Александр Винников вновь готов к выполнению боевых задач в зоне СВО. В 2012 году уроженец Волгограда Александр Винников приехал в нашу республику для прохождения срочной службы. Понравилось, остался здесь, продолжил служить по контракту. Уехал на СВО. В настоящее время командир отделения в звании сержант. В Запорожье подразделению под его командованием удалось нанести серьёзный урон противнику. Александра наградили знаком отличия Ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом 4-й степени, медалью за отвагу и медалью Суворова. Если ты чувствуешь ответственность за свою страну, если ты чувствуешь, что твоей стране нужна помощь, то, безусловно, нужно идти и помогать. Потому что очень много ребят, которые идут не за деньгами, а идут туда именно потому, что нужна помощь в стране своей. Сейчас Александр собирается в очередную командировку в зону спецоперации, так же, как это было после первого ранения. Только все сплочились, это как стала моя вторая семья. И я созванивался с ребятами, когда я был здесь, я созванивался с ребятами, и они мне говорят, Саня, тебе так не хватает, Саня, тебе так не хватает. И я всё, я не мог, я знал, что у меня есть здесь семья, конечно, моя жена, дочь, но они в безопасности, поэтому, а там ребятам нужна помощь. И всё, я не стал ничего, проходить никакие комиссии и прямым рейсом туда сразу. Быть женой военного тяжело, но почётно, считает супруга Александра Алена. Я мужем очень горжусь, он наш герой, он непробиваемая наша крепость, наша защита, опора. Конечно, горжусь, люблю, всегда стараюсь поддержать, как могу. Сильная любовь, всё вместе переживём, всё пройдём, я рядом всегда буду, несмотря ни на что. Как бы тяжело и трудно не было, мы всегда его ждём, всегда верим. Считаю, что сейчас наша армия набрала сильный оборот, мы сейчас знаем многое, противник почти сломлен, я считаю, ещё чуть-чуть, и мы достигнем своих целей и закончим СОО. Как и многие россияне, Алена будет ждать возвращения мужа с надеждой и любовью. Али Баташев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас рекламу, а после продолжим. Меня зовут Чубенко Максим Фёдорович, я врач-анестезиолог-олголог. В клинике мы занимаемся лечением хронической и острой боли. Боль требует комплексного лечения. Мы знаем, как вам помочь. Не терпите боль. Приходите. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Ставрополь. Карла Маркса 4. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки. Гоголя 80. Карачаево-Черкесскому филиалу университета Синергия 30 лет. Филиал – единственный негосударственный вуз на Северном Кавказе, который имеет лицензию по специальности «Лечебное дело» и выдает диплом государственного образца. Лечебное дело – одна из самых востребованных специальностей в медицине. Хочешь стать успешным врачом? Поступай в Карачаево-Черкесский филиал университета Синергия. Вся информация о поступлении и обучении по адресу Черкеск, проспект Ленина, 83 или по телефону 2026-00. Город Металургов, легендарный Магнитогорск, в год своего 95-летия принимает второй всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки». Они опередили время еще в далеком 1941 году, когда в немыслимо короткие сроки дали стране и фронту тонны металла для танков. Они опередили время, когда за несколько лет построили современный город, ставший сердцем российской металлургии. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» проводят второй всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» в Магнитогорске. 15 и 16 августа 2024 года. Конкурсные работы принимаются до 29 июля. Подробная информация на сайте наукафест.челтв.ру Они прожили бок о бок не один десяток лет, являются примером крепкой семьи, вырастившей достойных детей и воспитывающих внуков. 8 июля в День семьи, любви и верности глава Карачаева-Черкесии Рашид Темреза вручил государственные награды супружеским парам, которые являются образцом надежности и незыблемости семейного очага. Мадина Каракетова подробнее. Тамара и Султан Хамид Такаковы в браке 51 год вырастили и выпустили во взрослую жизнь четверых детей. Сейчас принимают активное участие в воспитании внуков. Такаковы в числе семей, о которых говорят образцовая, крепкая, и сегодня они получают из рук главы Карачаева-Черкесии медаль за любовь и верность. За то, что их брак не разбился, а быт и повседневность. Этот суровый экзамен, увы, выдерживают не все молодые семьи. Поставили на ноги своих детей, сумев указать им верную дорогу в такой непростой жизни. Секретом долголетия своего брака Атакаковы называют мудрость обоих супругов, ответственность зарожденных в этом браке детей. Никогда не ругались, никогда не ругаемся, живем хорошо. Дети определенные, у них свои детки. Аллах дал, и что? Все вышли. А так нормально все дома. Девять внуков у нас. Все живы, здоровы, внуки, дети, и все нормально у нас. Это история не только семьи Атакаковых, но и каждой из семей, проживших в крепком браке 25 и более лет, ставших образцом крепости семейных устоев. Обращаясь к ним, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что он абсолютно уверен в том, что рождение детей и их достойное воспитание – самый важный труд. Самая большая награда для всех вас и для меня лично – это видеть здоровыми, успешными и счастливыми наших детей. Российские семьи – это основа нашего общества. Это не только продолжение рода, но и всего российского народа, многовековой отечественной истории. Как отметил на открытии года семьи наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, именно в семье укоренены наша культура, идентичность и наш национальный характер. Глава Республики Рашид Тимрезов отметил, что в Карачаево-Черкесии каждая четвертая семья многодетная и большая дружная семья – наша национальная традиция. И благодаря сохранению традиционных семейных ценностей, а также принимаемым мерам поддержки, Карачаево-Черкесия входит в число регионов России с высоким уровнем рождаемости. В нашей республике вопросом поддержки демографии, материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Вы наверняка знаете, что в республике чрезвычайно подчеркнут знак материнской славы, которая вручается женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Ну и принято решение, что в этом году мы полностью снимаем очередность, и этим знаком будут награждены все многодетные семьи, в которых растут пять и более детей. На региональном уровне принят ряд не финансового и не финансового характера, а направленных на поддержку материнства и детства, которые мы ежегодно расширяем. Также Рашид Тимрезов довел до сведений присутствующих, что одновременно с этими мерами правительство республики прилагает все усилия для развития социальной инфраструктуры, для полноценного развития и образования детей. И это тоже важная часть реализации демографической политики России. Любовь и взаимопонимание, которые сохраняются в таких крепких семьях, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов назвал самой важной поддержкой, поскольку именно в семье закладываются глубокие нравственные и патриотические основы личности, уважение к своей истории и любовь к стране. Наталья и Николай Вычиковы, которые в этом году отмечают золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, от имени всех семей обратились к главе Карачаева-Черкесии. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы уделяете много внимания семьям, материально обеспечиваете. А все семьи хочу поблагодарить за то, что вы крепко прожили такую большую жизнь и желаю всем семьям нашей любимой Карачаева-Черкесии, нашей любимой Родины России мира, добра и процветания. Мир для тебя, это мир, ты, я, главная семья. Водила Каракетова, Миха Каракелян, 200, Карачаева-Черкесия. Главнее всего погода в доме, а все, что кроме, можно вспоминать и радоваться всю жизнь. Семья Шуровых отметила 63-летие совместной жизни. Как пронести через года доверие, любовь и преданность. Теплоту семейного очага ощутила и узнала секреты создания крепкой семьи Майя Хамдохова. В семье Шуровых радостное событие. 63 года вместе, рука об руку. Супружеская пара Юрий Абдулахович и Лиля Айсона принимают поздравления от самых дорогих и близких им людей. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности к пожеланиям присоединились почетные гости. Представители администрации Хабетского района, сельского поселения, управление ЗАГС Карачаева-Черкесии, представители общественного движения Адыга-Хаса. В районе вы известная семья, вас знают, уважают, почитают за весь тот путь, жизненный, который вы проделали. Я хочу вас поздравить, пожелать мирного неба, здоровья, счастья, процветания, чтобы вы увидели счастье ваших пра-пра-внуков. Я вас поздравляю. Юрий Абдулахович и Лиля Айсона уверены, что несмотря на тяжелые времена, им удалось пронести через года преданность и верность друг другу. Они достойно воспитали и вырастили четверых детей. Сегодня их окружают 9 внуков и 19 правнуков. Слова благодарности и трогательные поздравления в этот день в адрес горячо любимых дедушки и бабушки прозвучали от внучек из далекого Урала. Мы, ваши внуки и внучки, горды тем, что перед нами есть пример такой благородной и уважаемой пары. Мы вам желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы вас очень любим и каждый раз ждем с нетерпением встречи с вами. От имени главы республики Рашида Тимрезова и главы администрации Хабецкого района семья Шоровых вручили удостоверение со знаком отличия «Образцовая семья Карачаева Черкесской республики». Из рассказов Юрия Шорова на пороге их детства стояла Великая Отечественная война. Они дети, повзрослевшие очень рано. И несмотря на тяжелое детство, мы смогли преодолеть все преграды. И секрет нашей крепкой, дружной семьи очень прост. Любите и уважайте друг друга, несмотря ни на что. Обратился к молодым семьям глава семьи. Я им желаю всего хорошего, чтобы на небе был мир и счастье. И если не секрет, как вы познакомились? Ну, здесь такого секрета у нас ничего. Мы по соседству жили, познакомились и поженились. Благодаря нашей матери. У меня отец не был мать. Говорит, вот соседка хорошая, запери замуж. И я забрал ее. Древняя мудрость гласит, что мужчина в своей жизни должен сделать три вещи. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И в День семьи, любви и верности образцовая семья Шоровых подтвердила свой статус крепкой и дружной семьи не только грамотами, но и большим жизненным опытом. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Хабейский район. Граница, расстояние и национальность не помеха для любви. В Архизе четыре пары на высоте 2500 метров соединились с юзами брака. На свадьбе в горах побывала Альбина Ламкова. Здесь атмосфера спокойствия и красоты, которую невозможно передать словами. К церемонии бракосочетания почти все готово. Скоро торжество начнется, где счастливые пары соединят с союзом крепкой семьи. И первая их высота на вершине горы уже будет взята. Он из Сирии, она из Черкесии. Но это не помешало им строить отношения. Рамадан и Олеся познакомились 8 месяцев назад. Через короткое время он сделал предложение, а сегодня уже свадьба. «Познакомились мы в ресторане в Кисловодске. Мы сидели с подружками. Он подошел ко мне, пригласил на танец». Чтобы семья была крепкая, дружная, что нужно. «Уважать и любить». Именно уважать и любить – основа крепкой и счастливой семьи. В этом уверена его теща Светлана Махмудова. В свое время она тоже сделала выбор и не разочаровалась. «Родители тоже разные. Мама белорусская, отец русский. Сама вышла замуж, муж дагестанец. Дочь вышла тоже в Баку, старшая тоже. И сейчас младший сын тоже женился на Машу». День семьи, любви и верности останется в памяти у каждого участника свадебной церемонии. Гости – прекрасная музыка, регистраторы, душевные пожелания. А еще потрясающий горный пейзаж. И самый главный документ семьи уже в руках. «Теперь вы семья. Ты муж, а ты жена». Большое желание устроить необычную, но уже популярную церемонию бракосочетания на высоте 2500 метров в Архызе воплотили в жизнь Ярослава и Кристина. Они приехали из Екатеринбурга. Их свидетелями стали только горы. «Это получилось замечательно, прекрасно, с невероятными видами, невероятным воздухом. Ну, пока что в России больше, наверное, таких мест не найти. Ну, вот, наверное, это самая лучшая свадьба в нашей жизни». К своей невесте Оксане в нашу республику, преодолев около 15 тысяч километров, приехал Руслан Бонг. Он из Владивостока. Молодожены знакомы всего лишь полгода. «И виделись четыре шанса». «Просто, так сказать, любовь с первого взгляда. Мы сразу поняли, что мы друг от друга никуда. И уже мы готовы. Поэтому мы решили не тянуть и сыграть свадьбу». В завершении торжества молодоженам вручили памятные подарки от всесезонного курорта Архыз, а затем фуршеты и поздравления от близких. В Черкесске в рамках Всероссийской недели правовой помощи состоялась бесплатная юридическая консультация граждан Республики по вопросам защиты интересов семьи. Консультации проводят студенты СКГ под чутким руководством практикующих адвокатов. Мероприятие приурочено к году семьи. В ходе приема разобрали ряд вопросов организаторами мероприятия. Было обращено внимание на то, что важно обращать внимание, какие документы подписывает человек. А если есть необходимость получения консультации юриста, важно не откладывать и узнать ответы своевременно, чтобы потом не было проблем. Было достаточно много интересных вопросов, которые касались правовых ситуаций. Это в том числе и расторжение брака, и алиментные обязательства, как они исполняются на разных этапах и стадиях, и в том числе, несомненно, вытекающий из этих вопросов раздел совместно нажитого имущества. В первую очередь, прежде чем принимать какое-то важное решение для себя, необходимо обратиться, если не за платной консультацией, то в рамках таких вот бесплатных дней оказания помощи, которых много в нашем регионе, необходимо обратиться за консультацией бесплатной, получить уже алгоритм действий и, исходя из этого, уже решать все свои насущные вопросы. По приглашению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, глава Корчаевой Черкесии Рашид Семрезов и спикер парламента Александр Иванов посетили Никольский собор в Черкесске, где в течение трех дней находилась казанская икона Божьей Матери. Феофилакт рассказал об истории образом. У православных верующих эта икона считается одной из главных святынь покровительницы Отечества. Архиепископ поблагодарил за организацию пребывания святыни, в том числе за обеспечение безопасности граждан. Рашид Семрезов посетил также Музей истории церкви и казачества в Никольском соборе. Осмотрел специальную экспозицию, посвященную службе наших земляков в зоне СВО. Абсолютно уверен, что Карачаева-Черкесия является примером согласия и взаимоуважения людей, разных национальностей и вероисповедания. Все люди сегодня объединены одной целью, чтобы наша страна с каждым днем становилась сильнее и могущественнее, в том числе благодаря нашему духовному единству, отметил глава республики. Икона Казанской Божьей Матери прибыла в Черкесск в рамках Всероссийского молебна о победе. Образ встречали лидеры духовенства, представители власти и верующие из разных регионов СКФО. Подробности у Али Баташева. Главную святыню Всероссийского молебна о победе, московский список чудотворного образа Казанской Божьей Матери, встретил архиепископ Феофилат. Икона русской победы, перед которой молились Минин и Пожарский, и несколько поколений россиян, написана в 1580 году. Встреча образа напоминала пасхальное торжество, звон колоколов, множество верующих в храме и вокруг него, царящая вокруг атмосфера воодушевления и надежды на помощь свыше. Мы горячо будем молиться перед ней о том, чтобы ее материнским заступничеством Бог подарил всем нам мирную жизнь, чтобы Господь подарил нам радость видеть своих сыновей, своих друзей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помолимся ей о том, чтобы она укрепила их в мужестве, укрепила их дух, ну и, конечно, чтобы и наш дух был крепок. Святыня прибыла на два дня и две ночи по благословению патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о победе, которая хватит 60 городов России. Мы, казаки, обязательно будем молиться за победу нашего оружия на Украине, чтобы добить там этот фашизм и искоренить его до конца, чтобы его больше никогда не было. Иначе не можем. Сейчас по России идет крестный ход с этой иконой, и мы все молимся о наших воинах, о том, чтобы скорейшая наступила победа, и чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И вот мы все собрались здесь для того, чтобы встретить эту иконочку и помолиться Царице Небесной. Сразу после внесения образа в Никольский собор Черкеска духовенство во главе с архиереем совершили перед иконой праздничный молебен. По традиции первыми к святыне приложились священники, а затем и миряне. Просили Царицу Небесную о самом сокровенном, но общие просьбы были о победе и возвращении наших бойцов живыми и здоровыми, вере, надежде и любви. За время нахождения иконы в соборе духовенством были совершены молебен о даровании победы, крестный ход, а органами правопорядка организована усиленная охрана всех богослужений. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин